Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим с вами о занятости. Потому что, как вы понимаете, и городской округ Люберцы в том числе, тем мы оказались в непростой ситуации, так или иначе, но у некоторых сейчас весьма остро стоит вопрос занятости. То есть вопрос поиска работы или восстановления на работе или какие-то другие аспекты своей трудовой деятельности. Потому что мы вроде бы начали выходить из спецрежима, скажем так, и потихонечку жизнь налаживается. Но у некоторых этот процесс идет сложнее. Поэтому людям нужно помогать. Сегодня у нас в гостях Ольга Угодина, исполняющая обязанности директора Люберецкого центра занятости населения. Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуйте. Вот что нужно делать? Вот работал человек, например, в ресторане официантом. Ну, условно говоря, да. Ресторан закрылся, ликвидировался или кафе, или площадка. Ему, я уж не знаю, как там с ним расстались. Это тоже у нас по-разному бывает. Потому что мы прекрасно понимаем, что и белая, и, к сожалению, серая зарплата существует до сих пор. Вот этот человек остался без работы. Здоровый. По квоте он нигде не проходит. Документы у него, в принципе, есть. То есть гражданин Российской Федерации. Что ему делать? Как вы ему поможете? Ну, вот смотрите. Любой гражданин, который остался без работы, он, конечно, может обратиться в службу занятости населения. Или так называемый в центре занятости. То есть обратиться он должен по месту постоянной регистрации. Это одно из условий, чтобы получить ту или иную услугу. То есть если он в Кемерове зарегистрирован, он должен туда ехать, условно говоря? Нет. Если в Кемерове он проживает на территории Российской Федерации, на территории городского Люберца, он может обратиться в Люберецкий центр занятости в целях поиска подходящей работы. Но если он зарегистрирован? Он просто не имеет права на назначение пособия по безработице. А, вот это важно. То есть у нас есть несколько регистраций граждан. Одна регистрация, когда человек просто к нам обращается для поиска работы, он приходит, мы ему предлагаем интересующего вакансия, учитываем его уровень образования, учитываем его запись по трудовой книжке, учитываем пожелания работника, то есть гражданина, то есть кем он желает работать в дальнейшее время, и соответствуем, подбираем ему соответствующие вакансии. Вот это у нас одна категория граждан. Также у нас существуют такие категории граждан, которые к нам обращаются в целях поиска подходящей работы и которые претендуют на назначение пособия по безработице. То есть это определенный круг лиц, которые из-за данных условий обязательно должны проживать на территории Московской области, зарегистрированы в Люберецком городском округе, то есть она обращается в службу занятости по месту постоянного проживания. То есть есть люди, которые по законам Российской Федерации, главное, чтобы он был гражданин Российской Федерации, он подает к вам документы, вы помогаете ему с работы, он работает, и в принципе вас не особо даже волнует, где он зарегистрирован, не зарегистрирован, это уже другие органы этим занимаются. Потому что вы не должны платить деньги, вы просто помогаете человеку в поиске работы. Просто помогаете ему, да, занимаемся содействием поиска подходящей работы. Да, такие граждане существуют, к нам могут обратиться не только граждане Российской Федерации, но и граждане иностранных государств, тоже такие случаи есть, когда тоже эти граждане обращаются за поиском подходящей работы. Хорошо. Вот давайте сразу разберемся с пособиями, потому что наверняка сейчас это тоже будет касаться многих, особенно тех, кто зарегистрирован, как мы понимаем, в городском округе Люберцы, то есть по всем правилам имеют право, да, на какое-то такое содержание, да, условное государственное. То есть правильно понимаю, человек подает документы, все хорошо оформляется, но работа ему не находится. Это не находится почему? Потому что он не хочет работать идти, или вы не можете ему предложить какой-то вариант. Ну здесь, наверное, из этого складывается два фактора. Во-первых, будем учитывать и образование данного соискателя, учитывать его и последнее место работы. И бывают такие случаи, когда в базе центра занятости реально на тот момент, когда обращается данный гражданин, отсутствуют те или иные вакансии, потому что работодателю в свою потребность тоже сегодня, ему, допустим, требуются бухгалтера-юристы, да, вот он как бы штатная единица. А завтра их перебор не нужен, да. А завтра их перебор, да, и уже данного гражданина на данной вакансии мы его трудостроить не можем. И вы его ставите в некую условную очередь, но вы должны ему платить. Не должны, а вы обязаны платить ему пособие по безработице. Что это за пособие? Значит, пособие по безработице устанавливается правительством Российской Федерации, она устанавливается ежегодно. Пособие по безработице с начала 2020 года у нас составляло, у нас было три вида пособия по безработице. Это максимальный размер пособия, который составлял 8 тысяч рублей, минимальный размер пособия, который составлял полутора тысяч рублей, и так называемые для определенной категории граждан, которые были предпенсионеры. Вот этот термин у нас появился с 2018 года, когда были изменения в законе, в пенсионном законодательстве. Вот у нас появилась такая категория, как предпенсионеры. Предпенсионерам устанавливался размер пособия 11,280. Это вот постановление правительства. То есть это самое большое получилось? Это было самое большое, это была самая такая категория граждан. Незащищенная. Незащищенная категория граждан, которая пользовалась данным размером пособия, будем так говорить. Хорошо. Потому что вероятность того, что для них найдут работу и весь пазл сложится, минимальна по сравнению с другими. Да, потому что есть определенные сложности. Все-таки в этом возрасте даже не каждый гражданин, относящийся к категории предпенсионера, желает пройти обучение. То есть может как-то переквалифицироваться. Не совсем они мобильные, потому что все-таки... Я понимаю, получается, по стоимости 3 тысячи или сколько вы сказали, полторы, три? Нет, 8 тысяч был максимальный размер пособия. Нет, нет, вот сейчас максимально 11,500. Это моск... Да, это моск... Перед этим 8 для обычных граждан непредпенсионеров. Предпенсионеров и самый минимальный, это полторы тысячи рублей. Туда относились те граждане, которые находились в длительном перерыве, то есть длительно не состояли в трудовых отношениях. Это выпускники общеобразовательных учреждений, потому что которые не имели вообще трудовой деятельности. Вот эта категория у нас относилась на минимальный размер пособия по безработице. И вот тут возникает вопрос, а как можно на полторы тысячи рублей прожить? То есть кто вот приходит, да, человек, да, вот вы говорите, там, выпускники и так далее, и тому подобное. Вот он подает документы, вы ищите работу, работа не находится. То есть он получает, это уже со всеми чистыми он получает полторы тысячи рублей. Нет, это, да, минимальный размер пособия по безработице. То есть это как бы государство чуть-чуть... Это государственная поддержка для граждан, вот когда состоит в таких трудовых, которые остались без работы, да, и это им как бы такая поддержка, будем сказать, на время поиска данной работы. Но к этой категории относятся те граждане, которые длительно не работали, которые в работе как таковой, они не нуждались, да. Они просто вот как бы, ну, я не знаю, у них был, может, какой-то источник дохода. А, вот в этом смысле. Они не состояли в трудовых отношениях, но решили, может, как бы найти эту работу, переквалифицироваться с помощью центра занятости. Ну и, соответственно, с нашим законом, для такой категории граждан у них любая оплачиваемая работа считалась подходящей работой. То есть если для тех граждан, которые у нас получали максимальный размер пособия, тут учитывалось его и образование, еще раз повторю, и его непосредственно квалификации по трудовой книжечке, и заработная плата с последнего места работы, при поиске работы, это все учитывается. А вот эта категория граждан, да, которые были года без работы, для них любая оплачиваемая работа считается подходящей работой. А вот нуждаемость, есть такое слово у нас, нуждающиеся, да, ну, люди, которые приходят на работу, тоже же разные, наверное, категории, если мы даже не будем брать тех, у кого высшее образование и так далее. Вот этот вопрос как-то складывается, на что человек живет, кто у него члены семьи, и, значит, есть ли у него место жительства, если он является жителем, да, городского круголюберца. Вот этот весь симбиоз, он существует? Нет, это существует, но нуждающие, как бы, граждане, они больше относятся, наверное, к сфере социальной защиты населения. Все-таки там есть определенные выплаты для конкретно такой категории граждан. У нас все-таки, не потайте, у нас пособия по безработице. Вот, вот это важно. Гарантированные государства. То есть я хочу и могу работать, но вот пока работу не нашел, они обращаются к вам, и вот есть категория. Хорошо, а 8 тысяч рублей, почему такая сумма? Так, смотрите, постановление правительства, это было принято, да, в начале этого года. Соответственно, с марта месяцем у нас произошли существенные изменения, да, в связи с коронавирусной инфекцией, в связи с этой пандемией. Сами знаете, многие организации, ну, как бы у нас Владимир Владимирович 25 марта выступил непосредственно перед народом, да, мы остались в такой, скажем, в такой сложной ситуации, когда стали закрываться предприятия, когда у нас произошла строгая самоизоляция. Соответственно, в этот период, чтобы поддержать граждан, которые оказались без работы, да, вот в такой трудной жизненной ситуации, и в период вот именно самой вот этой самоизоляции, которые потеряли работу, было принято решение правительством Российской Федерации увеличить размер пособия до минимального размера оплаты труда. Он стал составлять 12 130 рублей. То есть эта категория стала относиться и к предпенсионерам, как было первоначально, и, соответственно, тем гражданам, которые потеряли работу в связи с пандемией. То есть это непосредственно лишился работы, это в марте, в апреле, ну, как бы этого года. Вот для этой категории граждан у нас был поднято максимального размера пособия. Речь идет, вот эти 12 тысяч прозвучало, это что имеется в виду? Это на данный момент максимальный размер пособия по безработице, 12 130. Так, а где вот эти 8 и 11, вы говорили? А, потому что было принято новое постановление правительства Российской Федерации. То есть раньше было 8. Да, с начала 20-го года. Вот, а я так и подумал, вначале вы сказали 8, значит, теперь у нас 12. В начале 20-м году, да. Вот с марта месяца. В начале 2020 года, с 27 марта, да, принято новое постановление правительства Российской Федерации, в котором увеличили максимальный размер пособия по безработице. И тогда давайте мы еще прорезюмируем. На сегодняшний день у нас существует полторы тысячи, остается? Да, остается, это минимальный размер пособия. Дальше предпенсионеры также получают 12 130, как те и граждане, которые лишились работы, но в этот период... Вот это очень важно. То есть если вы обращаетесь в центр занятости, заполняете, видимо, анкету, ну, это мы во второй части нашей сейчас поговорим, как это все происходит, сама схема, чтобы кто-то, естественно, воспользовался ею, чего мы им пожелаем. Если вы становитесь на своеобразный учет, да, и работа, ну, в силу ряда причин не находится, никто как бы в этом не виноват, то вы будете получать вот не 8 тысяч, как раньше было, а с марта... Да, а 12 130 максимум. 12 130 рублей чистыми, как говорят у нас, да, в месяц. Ну, в общем-то, если есть еще у кого-то средства к существованию, это, в общем-то, неплохая зарплата. Кстати, если, например, это семья, ну, условно, да, там, 40-летние родители, 40-50, и, значит, 20-летний ребенок. Вот родители вроде бы работают, да, а ребенок не работает. Вот он приходит к вам, начинает работать, да, высшее образование он получил, там, в УЗИ и так далее, только-только выпустился. Он имеет право на самый большой вариант оплаты? Не выпускник учебного заведения? Нет. Нет. У него не было трудовой деятельности. То есть только те, у кого есть трудовая деятельность? Только те, у кого есть трудовая деятельность. А учитывается, что, например, жена работает и получает деньги, а он не работает? Да, пожалуйста, муж может обратиться в центр занятости для получения пособия по безработице. То есть даже вот, это очень важный момент, вот семья, пускай даже без детей, чтобы легче считать было. Вот жена работает и получает, ну, пускай, там, 50 тысяч рублей. Ну, хорошую такую зарплату мы назначим. Вот. Ну, слово «хорошее» для каждого, конечно, разному звучит. Вот. А вот муж ее обращается к вам, у которого хороший послужной список, но вот в связи со всеми этими делами он остался без работы. У него есть шанс получить вот эти 12-130, если работа не будет найдена ему? Да, да, да. У этого гражданина даже, если учитываемся, давайте так скажем, даже если этот гражданин потерял работу не в связи с пандемией, а, допустим, был уволен в январе, в феврале этого года, даже в декабре того года, да, ну, как бы предыдущего, то он имеет право претендовать на 12-130, так как у него будет 26 календарных рабочих недель, предшествующих увольнению. То есть потому что у нас и максимальный размер пособийцы складывается из количества календарных отработанных трудовых недель. То есть, и, соответственно, да, этот гражданин имеет право. Хотелось еще сказать, что кроме пособия по безработице, также у нас с марта месяца еще существует дополнительная региональная доплата. Вот сейчас мы к этому вернемся, сделаем небольшую паузу. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Ольга Угодина, исполняющая обязанности директора Люберецкого центра занятости населения. И продолжим второй части, где узнаем о дополнительных, я так понимаю, возможностях получить какие-то деньги, что, конечно же, немаловажно. И второй момент, как работает схема. Что сделать нужно для того, чтобы обратиться в центр занятости и, возможно, даже получить вот эту сумму – 12 130 рублей. До встречи. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И у нас в гостях исполняющая обязанности директора Люберецкого центра занятости населения Ольга Угодина. Говорим мы о занятости населения. Сейчас эта тема, она всегда тема довольно сложная, важная. Но после того, что мы все вместе с вами пережили весной 2020 года, она становится важной вдвойне. И мы остановились на том, что выяснили с марта 2020 года пособие максимальное для тех, кто оформился в центре занятости, ищет работу, имеет какой-то трудовой стаж. Но работа не находится, возможно, будет даже получать 12 130 рублей до того момента, когда найдется работа. Вы сказали, что есть какие-то еще дополнительные надбавки. Что так мы любимся. Расскажите, что это такое? Это не дополнительная надбавка, это региональная доплата до 15 тысяч рублей для тех граждан, кто потерял работу в связи с пандемией. То есть эта региональная доплата до 15 тысяч к пособию будет платиться тем гражданам, который в начале этого года имел 60 дней трудовой деятельности. То есть чтобы в этом году, одно из условий, он отработал первые два месяца. То есть это январь, февраль, и увольнение в марте в связи с этой пандемией. И тогда эти граждане имеют право претендовать на вот эту региональную доплату в размере до 15 тысяч рублей. Плюс еще, если эти граждане остались без работы, то у нас еще есть такая доплата появилась, как несовершеннолетнего ребенка в размере 3 тысяч рублей. Тоже эта выплата действует с марта по июнь месяц включительно. Это разовая или ежемесячная? Это разовая выплата, разовая ежемесячная выплата к размеру к пособию по безработицу. Когда эти граждане, которые реально остались без работы в этих условиях, которые их поставила, как бы, скажем, ситуация, мы не будем говорить, да, ситуация, то они имеют право претендовать у нас на максимальный размер пособия по безработице 12-130, с региональной доплатой до 15 тысяч рублей. И плюс еще одно выплату на несовершеннолетних детей. То есть дети у нас включаются до 18-летнего возраста. То есть если 3 ребенка и все до 18, каждый по 3, и того 9. 9 тысяч. Хорошо, то есть вы можете получить 12-130, да, как это сейчас работает. Но если вы вдруг неожиданно, как самозанятый, ваш салон прекратил деятельность, все разбежались, и вы остались без работы, вы обращаетесь к центру занятости, вам говорят, ну вы у нас на полторы тысячи по закону претендуете, но благодаря региональным доплатам до 15 тысяч, это может сумма составлять. То есть таким образом вы выравниваете вот эту минимальную сумму. То есть, ну, короче говоря, в среднем 12-13 тысяч рублей можно получить в центре занятости, но при условии того, тут очень важный момент, и сколько эта сумма будет платиться. Человек же не может 3 месяца быть у вас на, что называется, на харчах на ваших сидеть. Сколько в этом может продолжаться? Вот давайте теперь скажем, если у нас раньше было очное посещение центра занятости, когда гражданин самостоятельно обращался в службу занятости, подав пакет документов, то вот именно с марта месяца, с апреля месяца принятый временный порядок регистрации безработных граждан дистанционно, так называемый, через портал работы в России, общероссийской базы, или через портал государственных услуг. То есть любой гражданин, находясь дома, мы понимаем, что период самоизоляции, он может подать заявление дистанционно на постановку на учет в центре занятости. Очень скажу, что центр занятости столкнулся с большим количеством заявлений. На сегодняшний момент только по Люберецкому центру занятости поступило 8 тысяч таких обращений. Онлайн? Онлайн. Потому что, учитывая штатную численность сотрудников... То есть нашли вас? Нашли. Нашли нас. Учитывая маленькую штатную численность сотрудников, конечно, сотрудники сейчас работают в большом таком аврале, потому что обработка такого количества заявлений... Единственное могу сказать, если раз наш гражданин обращался к нам очно, мы ему назначали, то есть мы ему устанавливали пособие, назначали конкретную переегистрацию в центре занятости, гражданин для получения права на пособие обязан был приходить не более двух раз в месяц, то есть чтобы подтвердить право на свое пособие. Но тут же мы еще занимались поиском работы, предлагали те вакансии, которые имелись у нас на данный момент в центре занятости. Что касается дистанционной онлайн, подачи заявлений, немножко вот эта система основной функции центра занятости, конечно, на данный момент ушла на нет. То есть вам тяжело сейчас заниматься поиском работы. То есть непосредственно. То есть вы оформляете, это как врачи, я имею в виду, не пандемию сейчас, а когда ввели эту систему, 15-минутная пациента, сначала она должна вбить 16-цифровой код, и 10 минут она даже не смотрит на... Она занимается оформлением вот этого документа, этого больного, и только 5 минут остается, чтобы спросить, ну, что у вас, чего вы к нам пришли. Хорошо, сейчас мы об этом поговорим. А сколько, скажем, я вот еще такой важный момент, мы сейчас вернемся к нему, чтобы не забыть, просто время летит быстро за хорошим-то разговором. Сколько человек может месяцев получать вот это вот пособие? Исходя из каких принципов? Ну, в соответствии с законом о занятости населения, да, у нас размер пособия, те граждане, которые претендовали на максимальный размер пособия, получали свое пособие в течение 6 календарных месяцев. Что касается минимальщиков, это-то у нас был 3 месяца, они получали свой размер пособия. Что касается, давайте скажем, вот этих наших сейчас дистанционных заявлений, да, вот этих граждан, которые обращаются к нам дистанционно, то есть так как постановление правительства, оно действует у нас на 3 месяца, то есть они на данный момент у нас признаются безработным с получением пособия безработицы, но данные пособия на данный момент они будут получать 3 месяца. Хорошо, все, документы приняты, все по системе онлайн, вы поставите чека на учет, и как вот распределяются эти деньги? Как заработная плата, аванс плюс зарплата или как? Как происходит процесс начисления денег? Потому что, я так понимаю, здесь тоже не все как бы понятно. Да, хочется отметить того, что пособие по безработице платится частями. Вот возникают такие вопросы у наших, да, соискателей, у наших граждан, подавшие заявление через портал работы в России, что они отправили заявление, что Центр занятости долго не принимает решения по вопросу ему назначения пособия по безработице. Заявление принято не позднее 11 дня. Центр занятости выносит решение о признании его безработного. Безработного признания. Через 11 дней после того, как заявление пришло. Да, как заявление было подано через данные информационной системы. Ну, условно, 1 апреля отправил, 11 апреля вы должны принять решение. Признали его безработным. Признали безработным. Часть выплаты пособия по безработице с 1 апреля по 11 перейдет на расчетный счет гражданина, безработного гражданина. Ну, в процентном отношении суммы за месяц. Да, назначили дистанционную перерегистрацию, как мы об этом говорили, назначили дистанционную перерегистрацию, часть пособия опять же переходит на расчетный счет данного гражданина. Хочется отметить, что пособие сразу в полной сумме, которому было установлено 12-130, оно не платится, оно платится частями, в том числе и этого детского пособия, потому что тоже возникали вопросы, 3 тысячи на ребенка. Она тоже не разовая сумма, она тоже будет проходить, исходя к календарных дней, от перерегистрации к перерегистрации. То же самое это касается региональной вот этой доплаты, до 15 тысяч рублей. Очень, конечно, запутанно. На мой взгляд, если человек в месяц не работает, почему ему нельзя сразу выплатить 15 тысяч рублей? Вот я не могу этого понять. А потому что он должен подтвердить право на получение пособия по безработице. Когда он ходил очно в Центр занятости, его право было, он приходит с каким-то документом. Мы занимаемся поиском работы. Мы предлагаем ему два варианта подходящей работы. Допустим, гражданину не устраивает те варианты, которые ему предлагает Центр занятости, а по закону для него работа считается подходящей работой. Значит, Центр занятости имеет право приостановить выплату пособия на определенный период. Обработанный круг. Вот. Но я думаю, что сейчас, наверное, все-таки у вас придут еще какие-то документы в ближайшее время, потому что все-таки, если человек работал, ну, не знаю, там, директором какого-нибудь бизнеса, вы ему предлагаете, не знаю, там, даже трудно что-нибудь сказать, вроде как подходящая ему по диплому работа, но он этим давно не занимался и так далее. Важно понять момент следующий, что вы не получите сразу 15 тысяч рублей или сразу 12-130, а будет много-много еще там перерасчетов. Поэтому обращайтесь в Центр занятости. Кстати, все вот эти вопросы у вас где-то прописаны? Могут люди посмотреть, как осуществляются выплаты и так далее, механизм инструкции? Да, все это у нас механизмы выплаты пособия прописаны в основном законе о занятости населения в Российской Федерации, плюс временные порядки регистрации безработных граждан, который был принят 8 апреля. У вас на сайте это где-то был? Вся информация представлена на сайте Люберецкого центра занятости, и, соответственно, их можно получить по телефону горячей линии. Тоже телефоны указаны на сайте Люберецкого центра занятости. Я думаю, что вам обязательно нужно будет позвонить, даже при всем желании. Трудно вот эти все цифры сложить, потому что много разных видов начисления и понимания того, если вы остались без работы, как все-таки пережить эти сложные времена, а потом, может быть, сказать спасибо центру занятости и вернуться к той профессии, к той работе, которую вы любите. Последнее. Скажите, пожалуйста, а работодатели-то есть? Работа есть? Вот те минуты, которые все-таки даются во время обработки документов, есть желающие принять работников? Ну вот на сегодняшний момент в Люберецком центре занятости у нас на данный момент 827 вакансий. То есть от работодателей Люберецкого района. А обычно сколько? Ну, обычно у нас до 2000 вакансий доходило. Просто в связи, когда у нас была вот эта тяжелая обстановка, многие работодатели уходили на дистанционный режим работы. То есть закрывались крупные предприятия, соответственно, у нас приостанавливалась выдача направления на работе, и, соответственно, сами понимаете, что как бы людей отправлять туда, где на данный момент ничего не работает, мы не имели никакого права, и, соответственно, у человека была тоже строгая самоизоляция. Это тоже нужно было учитывать. А сейчас работодатели, многие работодатели даже в Люберецком районе у нас уже приступили к своим основным обязанностям. Оживают. Оживают у нас и малый бизнес. То есть подаются новые заявки о потребности к работникам. Вакансии можно посмотреть на общероссийском портале «Работа в России». Я тоже призываю граждан не обязательно приходить в центры занятости и смотреть, а непосредственно посидеть дома за компьютером, просмотреть всю базу этих вакансий, потому что все вакансии, в том числе и городского округа Люберцев, они отражены на этом общероссийском портале «Работа в России». Понятно. Ну что ж, вот чем могли, тем помогли вот в эти особо, наверное, важные минуты нашего перехода, надеюсь, к нормальной, обыденной жизни. Ольга Александровна Угодина у нас была в гостях, исполняющая обязанности директора Люберецкого центра занятости населения. Большое вам спасибо. Работы много. Надеюсь, что вы, если необходима вам такая помощь, обратитесь в центр занятости, еще раз посмотрите нашу программу и помните, что пока у вас есть возможность это сделать в режиме онлайн. А потом, судя по всему, все вернется на круги своя. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова